здравствуйте друзья я рад быть с вами на на блоге на в живую давно я это не делал но это очень важный метод общения и магнус тоже говорит здравствуйте все вниз камере не отпускает меня итак я вас приветствую всех кто подключится сейчас данную минуту и потом все кто послушает это видео тема я уже написал не дружите с вами со своими мозгами есть такое русское выражение и вчера ночью знаете просто вам расскажу как это произошло у меня какой-то новая мышь появилась насчет выражения дружить с мозгами мы же говорим всегда когда человек немножко туповатый или больной психически он не дружить со своими мозгами да ну и вот я ну не спится мне час ночью я ложу понимаете там включил себе там музыку пытаюсь уснуть и думаю может вместо того чтобы просто так лежать потому что мне так бывает такая бессонница чем-то заняться хотя у ночи но все равно можно что-то делать хотя бы вот как многие мне подсказали пиши продолжение книги я уже несколько глав там создал но все равно понимаете ночью это такая вялось усталость я начал думать про то что может действительно подняться и писать час-два там новых размышлений обычно умнее когда я начну они и продолжаются и здесь вот как раз я думаю дружить с мозгами когда я лежу о том думаю что надо подняться и что-то делать мозги мне подсказывают понимаете что ну а зачем может завтра может надо вдохновление тебя или или мне нужно что-то как-то понимаете подготовить материал может может короче пошли разные отговорки и я чувствую что мой мозг он мне не друг понимаете представьте себе ситуацию например в жизни я бы хочу сказать что должно быть для нас это очевидным что наш мозг и я это две разные вещи это так нам кажется что это все в голове внутри нас наверное вот я это я и есть один на самом деле нет там наши размышления они происходят в диалоге причем ну вот для меня уважаемый человек ученый татьяна чернигов ска она даже говорит что по исследованиях мать нашего сознания мозга там даже слышно несколько голосов и и этот диалог как будто разных личностей и это не скизофрения это нормальные здоровые люди вот так размышляют они ведут какие-то диалоги и это пока все до конца непонятно но как минимум она говорит что есть мозг и есть я и и она дает такую загадку и до меня действительно дошло кто хозяин там внутри то на самом деле главный кто кому что делает она так преподносит интересную мысли что в мозг иногда решает за на задачи понимаете решает за нас принимает решение и через даже несколько секунд он только поддает нам эту информацию и мы ее озвучиваем приходит она нам в голову то есть к нам ко мне же с такой еще убежденностью что типа я это сам придумал то есть мозг он заранее что-то сделал и и мне подкинул мыши из прямо с такой добавкой с таким окрашением что это это моя собственная чтобы я бы убрать доволен сам собой но это размышляние черниговский я вам скажу вот про себя просто я замечу вот что мозг он находит для меня разные отговорки у меня есть идея есть даже какая-то появилось желание понимаете что трудно ночью подняться подняться вообще что-то делать нам трудно это требует физических эмоциональный затрат энергии а вот мы люди создание таки под руководством нашего мозга для того чтобы экономить энергию потому что это важный ресурс мы работаем мы собираем какие-то плоды раньше люди в саду в огороде работали очень важным элементом для того чтобы жить является обеспечивать организм питанием энергией и сейчас потом наш организм настроен на то чтобы экономить эту энергию еще и представьте себе мозг мозг наш мозг это одна десятая часть нашего организма это небольшой элемент а знаете он сжигает одну четвертую всей энергии нашего тела мозг 25 процентов энергии забирает он то есть он на самом деле очень жадный если речь идет про эту энергию нет он очень активно работает получается очень много там происходит действий в большинстве случаев 90 процентов случаев не созначно работаем своим мозгом 90 процентов в течение дня когда мы не спим вообще мы не контролируем а ночью оказывается активность еще бывает больше чем днем что-то на этот мозг делает что-то перерабатывает прорабатывает и решает и снится нам это все такие загадки но активность огромна днем 90 процентов он работает вы знаете но это мы много чего делаем на автомате это подсознание потому что мы повторяем разные действия но в язык кушать левой и правой рукой это все у нас дело привычки это это не меняется только вот этих 15 10 процентов в течение дня мы где-то созначно делаем что-то новое нам нужно принять решение что-то придумать так что на самом деле немного мы имеем такого явного влияния на свою жизнь почему вот так происходит мозг забрасывает многие действия подсознание делается до привычки и мы можем ехать машиной думать о чем-то другим и мы или ходим бегаем все это делаем с помощью уже подсознания для того чтобы не было меньше затрат энергии потому что когда что-то новое делаем у нас проблема задача которую мы должны решить тогда получается мозг он под прямо горит у него головоломка получит получается ему нужна эта энергия а наш мозг как и весь организм под руководством этого мозга он хочет экономить энергию понимаете и одной стороны вот это просто называть это лень 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 это лень не то что я это мой мозг ленивый он хочет чтобы делать все по старым понимаете вот это выражение зона комфорта то есть что нужно чтобы вообще поменять свою жизнь но обычно в лучшую сторону то есть нужно нам делать что-то новое вести новые привычки читать книги просыпаться пораньше заниматься зарядкой почитать какие-то курсы стать предпринимательным человеком то есть предпринимать новые действия пытается одно второе третье чтобы нам что-то понимаете еще делаем одно и то же каждый день год месяц у нас результаты не меняются и от этой привычки мы тоже лишены радости на самом деле когда мы живем в монотонии в повторении действий это экономия энергии мозг ленивый вот там так подсказывает так продолжать жить в одном и том же городе сходить на одну и то же работу и иметь одних и тех же друзей это экономия энергии но на самом деле это жизнь не интересно люди очень часто но бывает такие которым это нравится но на самом деле просто это удобно но это скучновато и кто-то с этим смирился кто-то не может смириться и когда мы делаем что-то новое задание путешествие знакомства новое учим новый язык там придумаем задание для нашего мозга он начинает прямо понимаете поедать энергию и работать и причем это ему нравится в том плане что он тогда тренируется и головоломки наш мозг обожает когда мы его задействуем вот он он начинает работать как в нашу пользу но это только происходит после наших приказов или когда мы его заставим когда он нас слушается они мы его мы не должны дружить с мозгами понимаем понимаете почему вот представьте себе у вас есть в вашем окружении человек друг вы его называете другом этот человек давно с ним общается живет в вашем городе старый друг детства и вдруг вы решили например заняться таким личностным ростом прочитать какие-то книгу может усвоить новую профессию потому что мир меняется или куда-то поехать например поменять место жительства город страну и устроить жизнь по-новому конечно все строят старается понимаете быть счастливым но быть счастливым это означает хотят быть счастливым то значит нам нужно чего-то хочу иметь желание и когда наши желания исполняются разные и у нас получается счастье человек каждый хочет быть счастливым я подчеркиваю слово это желание хочет он должен чего-то хочу просто сидеть и быть счастливым невозможно у нас должны быть желания и когда мы реализуем вот наши различные желания планы и так далее мы получаем и потом опять у нас новое желание вот тогда у нас в жизни счастливого человека она связана с желанием ничего плохого в этом нет что у нас есть желание сегодня сделать вот это потом там ремонт может быть что-то достроить понимаете куда-то поехать чему-то научиться с кем-то познакомиться это желание когда исполняются мы счастливые люди я вернусь теперь к этому другу реальный друг который у вас есть с детства и представьте себе у вас вы ему говорите я хочу про ну понимаешь научиться бизнесу например да вот как самостоятельно зарабатывать по интернету вот и бери и например изучаете там криптовалюты что-то вложения а этот друг вам знаете что подсказывает да нет ничего не получится то ты что тебе обманут там это охотрон и тогда понимаете вот это выражение сейчас пойдут сразу критика какая-то новая идея компания это новый охотрон пир финансовая пирамида тебе обманутый никому нельзя верить ты что там и тогда в этом и этот друг который сам ничего не делает потому что он ленивый он живет всю жизнь в одном месте он вам вас будет отговаривать причем знаете что будет делать он будет занижать вашу ценность вас же есть лично самооценка например кто вы такой и это очень важная зависимость от того насколько вы уважаете самого себя как бы высоко себе оцените вы столько получаете от жизни ровно столько если вы себе низко оцените то есть вы будете работать на низкоплатной оплачиваемой работе вы не посмеете больше сказать боссу потому что вы сами но не чувствуете что это заслуживаете что вы достойны этого люди лучше зарабатывают получают от жизни больше когда они себя любят ценят уважают они видят свои достоинства а такой человек который у вас есть идея вы хотите что-то сделать развиваться он вас обосценивает понимаете он унижает вас глупо вас говорить что вам не получится ты что-то у тебя там мозгов не хватит такое дело провернуть и так далее и теперь посмотрите вот так с нами разговаривает на разговаривает наш мозг это разве наш друг друг должен настоящий друг у тебя есть идея должен сказать молодец давай попробуй постарайся я верю в тебе у тебя есть там внутри скрытый еще неразвитый какой-то талант ты умеешь попробуй да учись да если пройдешь это обучение одно другое будешь общаться с людьми попытаться одно другое сделать тебе хорошо получится вот так должен вести себя настоящий друг он должен внушать в нас что мы стоим чего-то хорошего что мы можем поменять свою жизнь к лучшему он положительно настроенный он будет внушать в нас оптимизм а не нас отговаривать что-то делать то есть посмотрите кого мы в своем окружении называем другом вот есть такие потому что мы привыкли здесь свои мечетового друга но он всегда нас обосценивает и не побуждает что-то делать потому что сам не делает поэтому может лучше поменять друзей на тех которые чем-то заняты к чему-то стремятся если вы задумали куда-то добраться какое-то место в жизни понимаете улучшить семейную жизнь не знаю даже спортом заняться я вам я вам просто говорю что дома заниматься это одно но когда я иду в спортзал я выбрал спортзал где есть серьезные качки то есть там до 18 лет молодежи даже не пускают то есть там это ну по-серьезному занимаются серьезной машины я плачу деньги и у меня там окружение людей которые к спорту к занятиям к этим штангам занимаются ну то есть относятся относятся очень серьезно это на меня влияет вот если бы я пошел в понимаете в какой-то недоработанный какой-то низкого качества спортзал где есть куча аматоров которые непонятно что там делают это бы на меня влиял поэтому я себе ищу когда хочу вот чем-то заниматься людей которые не только делают то что я делать даже лучше чем я и это на меня положительно влияет это меня стимулирует и сейчас в любых других облачах которые вы хотите развиваться вам нужны такие люди которые вас будут тянут за собой и будут побуждать делай да да давай почему бы нет попробуй это попробуй это положительный настрой оптимисты такие а теперь вот я вернусь к тому что разве ваш мозг это ваш друг говорят вот этот сумасшедший он с мозгами не дружит а зачем мне с мозгами дружить дружить если на самом деле они очень ленивые и вот я вчера лежал ночью пытаюсь пришла идея что-то делать и у меня появились сразу в моем мозге разные отговорки и я понял что мой мозг мне не друг я должен его заставить работать я поднялся взял бумагу начал что-то там понимаешь начал что-то сочинять работать и там или писать и вот он тогда включился в работу на самом деле но кто кого должен слушаться поймите мозг он так устроен что он ленивым будет экономить выбирать короткие пути делать одно и то же чтобы не тратить энергии на самом деле я прихожу вот откровенно к такому выводу что с мозгами дружить не надо они не хотят работать в нашу пользу вот только в случае когда мы хозяин и мы их заставим что-то делать да они будут подчиняться выполнять наши указания и будут развиваться учиться и так далее но очень часто послушайте что происходит внутри у вас есть желание куда-то пойти в спортзал там прочитать книгу а мозг будет подкидывать вам отговорки да нет полежи посмотри телевизор просто пошпи завтра понедельник это все работа нашего мозга разве он наш друг за у нас зажигает тому чтобы мы разы рабов работали и развивались по-моему нет не знаю как вам понравилась эта мышь но для меня она укладывается в голове и это одно из я бы сказал установок из привычных нам внушенных обществом с детства с поколения в поколение иногда есть такие выражения которые но не совсем положительно влияют на наш на нас в жизни дружить с мозгами я сейчас понимают по-другому это не очень полезно но я жду ваших комментариев и мыши что вы думаете по этому поводу по этому как бы рассуждению которые сейчас вам я рассказал о моих мыслях которые мне пришли в голову насчет дружбы с мозгами мне будет интересно услышать ваше тоже мнение спасибо что вы послушали было но сейчас 35 человек было и больше я очень рад что мы провели это вместе время вместе до следующей встречи друзья и хорошего дня потому что еще день